Давайте начнем. Нам нужно с вами сесть в команду по четыре человека. Хорошо, давайте начнем. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Екатерина. Я представляю школу Шукан сегодня. Мы с моей коллегой Риканель и Паджа, мы приехали немножко поделиться нашим собственным опытом преподавания символологической математики. Школа Шукан-Уарханова. Наша школа открылась в 2020 году. Мы работаем три года. В этом году в 2004 год. Наша школа в данный момент обучалась в прошлом году до 70-40 детей. Мы в этом году построили новый год. Перенесли туда старшую школу и количество детей увеличится где-то до 1100. Максимальная количество детей в классе 20 человек. Обычно мы имеем команды, 5 команд, под 4 человека. Она улучшит. Мы можем фотографировать на нашем школе, как мы видим, наш класс, парты. Обычно вот такие квадратные парты мы составляем именно в фабрии, в библиотеках и, допустим, в медленном литике. Как вы, наверное, поняли, основной теме нашей школы есть вам. Да. У нас, вот, мы с ТНФ преподаем выпуску математики. Я посетилась в этом программе в позапрошлом году. Изначально я учитель английского языка. У меня первое образование. Но в этом году я заканчивала вторую высшую учительную начальную школу. И когда я пришла на позицию учителя английского языка, мне предложили попробовать следующую программу. В начале это был один класс, класс 2 часа в неделю. Я преподавала первый класс, в том числе увеличились. В прошлом году я преподавала на половину английских вторых классов, я делала полностью. И первый-вторый класс в Симпатургском математике, в каком-то программе. В этом году я переброшу полную пункту. Буду лезти с первого до четверого класса в Устали Дэй. Так что Дэй, Дэй, Дэй присоединилась нам в прошлом году, и она будет идти в казахское отделение с первого прошлого класса. У нас с Симпатургской математикой два раза в неделю. Фактически есть основной. Сибирь математики – это государственная программа, и в русских отделениях – это перспектива. Сингапургская математика работает дополнительно, как комплектативный, два раза в неделю, и дать на неделю. Также сингапургскую математику мы не оцениваем. Я не знаю, как происходит у вас в школах, но фактически оценивания у нас никакого нет. Именно по кундилюку официального. Зачет, незачет в комплективе. На данный момент программа у нас введена в первых, вторых, третьих классах, с этого года в четвертом классе тоже. Тема сегодняшней моей презентации – это парная и командная работа. Как мы уже послушали с вами вводную сессию в начале в актовом зале и обратили внимание на работу во время воркшопа в течение дня, парная и командная работа очень важна в сингапурской математике. То есть в сингапурской методике дети учатся у друг друга за счет друг друга. Они учатся только в взаимодействии друг с другом. Не бывает так, что дети сидят в ряды перед учителями, и учитель хронтально просто опрашивает детей. Так не пойдет. В Сингапуре считается, что все дети должны учиться взаимодействовать друг с другом и вместе решать какие-то проблемы и задачи, изучать математику. Поэтому мы считаем, что именно сотрудничество и коммуникация – это одни из самых важных навыков в наше время, чтобы достигать успехов в будущем и хорошо жить. Вообще цели именно введения парной и командной работы – это, конечно же, во-первых, улучшение classroom management – может показаться, что это очень сложно. Когда вы вводите парную и командную работу, изначально у вас может появиться какой-то хаос, потому что дети начнут разговаривать о своем, возможно, вас не слышат, сложнее будет переходить от ребенка к ребенку и контролировать ситуацию. Но я покажу вам сегодня несколько моментов, которые, наоборот, помогли нам улучшить classroom management за счет парной и командной работы. Также это делает уроки более интерактивными и развивает у студентов мягкие навыки, такие как общение и сотрудничество. Когда мы начали вводить парную и командную работу, первая проблема, с которой мы столкнулись, это что учащиеся не могут должным образом распределить роли внутри команды. Допустим, мы как учители работу эту не структурировали. Мы говорим, выполняем работу в команде, работа не идет, потому что более сильные дети берут инициативу на себя, то есть становятся еще умнее. Дети послабее могут отмалчиваться, сидеть в стороне, не хотим, не будем, пожалуйста, вот вы очень хотите сделать работу за нас. Это была одна из первых проблем, что дети, возможно, не хотели коммуницировать и не могли распределить работу. Также главное, что в начальной школе дети, в принципе, не понимают, что такое командная и парная работа, их нужно этому обучать, пошагово вводить определенные правила, которые я вам покажу, чтобы дети понимали, зачем, почему, как мы поступаем в команде и в паре, и как мы коммуницируем друг с другом. Также одна из вещей, которая появилась как проблема, это то, что учащиеся не привыкли к такой работе, и они начинали ставить свои достижения выше достижений своей команды. То есть ребенок находится внутри команды, но у ребенка привычка, допустим, еще с детского садика, или ребенок в детский садик не ходил до школы, и выделяли именно результаты только этого ребенка. Говорили, вот ты молодец здесь, ты молодец здесь и здесь. Но ребенок никогда не привносил свой результат в результат команды. И обычно, когда происходила командная работа, один ребенок какую-то часть выполнил работы, и он ставил эту часть выше, чем часть других в команде. Говорил, вот я сделал вот это, там я не знаю, что сделали, правильно или неправильно, я сделал правильно вот здесь. Не мы сделали, а только я. Следующий слайд. Допустим, уважайте своего партнера, работайте по очереди, внимательно слушайте друг друга и помогайте своему партнеру или команде. В первых классах мы начинаем вводить эти правила только в парную работу, то есть первоклассники приходят, в команде работать им очень сложно, они садятся по четыре, но работают в основном в парах. Каждый раз, начиная задание или начиная какую-то серию упражнений, мы проговариваем эти правила определенно. Мы проговариваем правила и в конце обязательно даем фидбэк. Допустим, задание мы выполнили, и я смотрю, что команда плохо сработала, мы начинаем выделять моменты. Чего не хватило? Не послушал ли ты своего товарища и партнера? Не помог ли ты сделать задание? Почему вы не выполнили его хорошо? И в обратной ситуации команда, которая очень хорошо справилась, мы выделяем положительные моменты. То есть уважение своих партнеров было, мы говорим об этом. Команда справилась отлично, вы уважали друг друга, вы работали по очереди, мы выделяем моменты, вы внимательно друг друга слушали. То есть дети должны постоянно на эту тему рефлексировать, чтобы понимать, что работа в команде сложилась. Но изначально это были с нашей стороны лишь определенные правила. Допустим, вот позапрошлый год я так работала и половину прошлого года. То есть работа в командах началась, мы проговаривали правила, но некоторые проблемы с classroom management еще были именно и со структурой. Но, дальше следующий слайд. В прошлом, вот в начале этого года, примерно февраль месяц, школа организовала нам обучение у Лилии Мухамедшиной. Это специалист из Сингапура, женщина, она сама родом из Казани, но много лет живет в Сингапуре и занимается сингапурскими методиками. То, как они организуют classroom management, как они организуют работу в классе. Вот на самом деле есть у нее курс, который мы проходили, это титульный лист, обложка, есть ссылка на сайт и также Instagram. Вы можете без проблем зайти, я очень рекомендую. Кто уже знаком с этим курсом, можете поднять руку. Да, я вижу, что несколько человек уже знакомы, но для всех остальных будет очень-очень полезно, потому что она дает целую структуру и вот действия, что вы должны делать. Когда мы ввели эту систему в классе, это очень сильно помогло сразу улучшить ситуацию на 50%. Дети стали работать как часы, они стали понимать, что им нужно делать и как вообще работать в команде следующее. В чем вообще заключается именно структура работы в команде по сингапурскому методу? Они считают, что командная работа должна быть структурированной. То есть если это групповая работа, то вы просто даете задание и говорите, выполните в группе. Структуры нет. Как я и говорила, сильные дети делают всю работу за всех, слабые отказываются или, допустим, нежелающие не делают ничего. Существует структура? Вот посмотрите на таблички перед вами, обязательно есть у каждого ребенка свой номер в этой структуре. Первый, второй, третий, четвертый. То есть в данной ситуации мы можем давать задание и уже называть, кто начинает первым, кто начинает вторым, кто начинает третьим. У нас существуют основные варианты коммуникации. Это партнеры по плечу. Допустим, посмотрите на вашего партнера по плечу. Это соседний от вас человек, а также партнеры напротив. Face partners, shoulder partners. Партнеры по плечу, партнеры напротив. То есть мы можем уже давать работу в парах фиксированную. Поговорите с партнером по плечу, поговорите с партнером напротив или передайте информацию по кругу, начиная, допустим, с четвертого. Он передает дальше первому. Это структурно. Это фиксировано. Учитель может контролировать, и все дети вовлекаются в процесс. Мы не просто даем задание, мы говорим, выполните. Мы четкие инструкции предоставляем. Также поверх этого командная работа обязательно должна быть мотивация в классе. То есть ребенок приходит на урок. У нас тоже такой вопрос был, что мы оценки не ставим в кудилики, да, официально. Это никак не влияет на общую успеваемость ребенка. Мы должны были создать мотивацию. Изначально я придумала поинты, но было сложно придумать, из чего их сделать. Картона вырезать, какие-то таблички найти. И вот хороший вариант нашелся. Это вот такие вот наши фигурки сингапурская математика. Вот эти фигурки, они используются в основном для темы shapes, да. Мы изучаем shapes, сколько углов, сторон, какие формы, круги, квадраты, прямоугольники. Но они используются, допустим, раз в год. Чтобы не проставили весь год, их можно использовать вместо баллов. Дети заработали баллы, вы даете фигурку. Дети сделали что-то не так, вы забираете. То есть мотивация такая, что результат ребенка должен влиять на результат всей команды. Они должны чувствовать эту важность. То есть если, допустим, у вас есть ребенок с сложным поведением, то это очень хорошо помогает. Это помогло. Потому что такие дети обычно пытаются привлечь к себе внимание. Смотрите, какой я крутой. Я могу там не сделать задание. Я могу встать, пойти, привлекаться с учителем. Ну, тому подобное. Обычно, если пытаться провести какие-то методы именно в сторону одного ребенка, такие дети не реагируют особо. Им все равно очень часто. Но если ставить ребенка в команду и реагировать на его действия как результат в общей команде, то ребенок реагирует. Допустим, ребенок не услышал задания, не приступил к работе, и я могу забрать балл сразу. Команда реагирует, даже ни слова говорить не нужно. Они понимают, что что-то не так. Балл забрали, ребенок включается. Допустим, ребята сразу подключились, начали делать правильную работу, могу подойти, дать балл за это. И говорю, вот, сразу начали работать. Балл. И мы вот с помощью баллов можем хорошо работать в classroom management. Обычно в течение урока я раздаю и забираю баллы. В конце урока мы просто считаем, какая команда больше баллов набрала по разным заданиям, и потом выбираем победителя. Допустим, весь прошлый год мы использовали такие призы, как стикеры, самое простое, чтобы дети, они это очень любят. Команда выиграла, стикеры получили. Но вот сейчас я чувствую, что данная мотивация долгосрочно не очень работает. То есть дети постоянно выигрывают, проигрывают, но им уже немножко надоедает. И, возможно, с этого года мы хотим ввести что-то более такое глобальное и начать считать общее количество баллов еще по классам в параллели. Допустим, у нас три класса во второй параллели, и какой класс в течение четверти сколько баллов больше-меньше наберет. Может быть, потом они будут как-то использовать эти баллы в конце четверти на какой-нибудь ярмарке, или мы выберем какой-то там супердень, выезд на природу, или какой-то праздник устроим для победителя именно в каждой параллели. Какую-то более глобальную мотивацию создать. То есть мы ввели структурированную командную работу и мотивацию на каждых уроках. Дальше. Давайте мы с вами рассмотрим некоторые примеры командной работы именно с манипулятивами. Допустим, у нас тема разряда трехначных чисел. Первое, что мы можем использовать, это вот наши base-in-box, синие кубики, а также существуют вот такие вот диски с разрядами чисел. Единицы, десятки, сотни. Мы сейчас с вами поработаем также в команде. Пожалуйста, вы будете работать со своим партнером по плечу. Посмотрите на своего партнера по плечу. Айдана, если вот кто-то один, допустим, остался, то может работать индивидуально. Так, теперь цифры 3 и 4, поднимите руку в каждой команде. 3 и 4, 3 и 4, 3 и 4, так, вот здесь, как я переведу, табличку, извиняюсь. 3 и 4 вот здесь, да? Все. Цифры 3 и 4 будут работать с base-in-box, синие кубики. Цифры 1 и 2, поднимите руку. Цифры 1 и 2 будут работать у нас вот такими дисками. Сейчас, пожалуйста, разложите их перед собой, и я объясню, что мы будем делать дальше. То есть мы стараемся делать обучение более визуальным, более привлекательным, ярким и вовлекающим. Так, 3 и 4 у нас работают с кубиками. Вот так. Бежите, это ваши десятки, сотни, единицы. Ага, да, 1 и 2 могут прям наборчик взять себе дисков. Сейчас пойму. Бежите, это ваши. Еще один ваш. Ах, нет. Ваши-ваши, разряда сотни, единицы. Так, вот мы прошли с вами, допустим, тему разряда чисел. Нам нужно попрактиковать, называть сотни, десятки единиц на английском языке. Мы раздаем два варианта работы с манипулятивами. Кто-то работает с дисками, кто-то работает с кубиками. И нам нужно визуально украсить всю эту игру. Допустим, существует вот такой вот сервер, называется WorldWalk. Наверное, большинство учителей его знают, все его используют. Можно информацию подавать ярко и красиво. Санжар, могу попросить, чтобы прийти ссылку? Да. Там просто, допустим, я создала самое простое, это называется рандомное колесо. Мы поставили разные числа, трехзначные, и мы даем детям такую инструкцию, что вот, мы раскручиваем это колесо, и вы собираете это число с помощью манипулятивов. Либо это кубики, либо это диски. Главная часть работы в команде. Команда, как только закончила работать вместе, подает знак того, что они закончили. Вот обычно Лилия Мухаммельшина предполагает такой звук. Вы руку в центр ложите, вы закончили. То есть, если пара закончила, они ложат руку в центр, дут всю свою команду. Как только команда закончила, звук пошел. Учитель от этого звука понимает, что команда закончила, я могу пойти посмотреть. В данном случае, допустим, баллы я бы раздавала вот так вот, по парам. То есть, как бы командная работа, но и парная одновременно. Я подхожу, проверяю ответы. Если показано все верно, то одна пара получает балл, и другая пара получает балл. То есть, вся команда – два балла. Если какая-то пара ошиблась, балл я уже не даю, допустим, этой паре, даю только другой паре. Давайте попробуем. Да, просто спин раскрутить. Подвисает. 456. Как только вы собрали рука в центр, вы делаете слух, чтобы ваша команда готова работать дальше, чтобы вы сложили свой ответ. У вас все верно? Вся команда получает, допустим, два балла, да? Не-не-не, оно единицы, десятки. Сотни. Все, супер. Звук пошел, я как учитель понимаю, вы не кричите, я сделала. Я слышу, я уже понимаю, что вы закончили, я проверяю. Ага. Супер. Вот команды собрали, и здесь же мы подключаем языковую часть. Мы начинаем форум с детьми сначала проговаривать. Допустим, повторяйте за мной. Здесь за счет этой таблички мы можем еще детей заставить проговорить друг другу снова информацию. Допустим, я говорю, номер три начинает, и номер третий, номеру четвертому говорит то же самое. Four hundred, five, ten, six, one. И так, когда круг обошелся полностью, вы делаете ш, все проговорили друг другу. Давайте, номер три начинает. Команда закончила. Команда закончила. Five hundred, ten, six, one. То есть данная тема помогает всем детям проговорить и лучше запомнить все, чтобы мы не проходили. Давайте дальше попробуем, пока диски и кубики можете немножко собрать, в сторону отложить. Можете вернуться к презентации. Это один из вариантов, опять же, трехзначные числа. Можно двухзначными делать похожие задания. Следующие. Допустим, пример номер два – это последовательность из фигур. Когда мы проходим последовательность из фигур, в workbook в сингапурской математике очень много заданий нарисования. Нарисовать такую-то последовательность, раскрасить последовательность, чтобы, допустим, была разница в цвете, изменение в цвете. Но один из неплохих вариантов – тоже можно сделать, допустим, вот такие вот фигуры из фетра. Дети любят трогать что-то натуральное, с чем-то работать. Можно с небольшими пластиковыми фигурками или вот такие вот. Сейчас я раздам. На каждую команду вы можете в центре просто положить вот такие вот фигурки, попробовать. Просто не надо их раскладывать по разным цветам, просто положить их все в центр. В данной ситуации мы можем с детьми организовать небольшое соревнование. Допустим, сейчас я покажу вам какую-то последовательность, и мы посмотрим, какая команда соберет ее быстрее. У вас набор фигур, я показываю последовательность, и вы повторяете ее точно так же, как она на экране. Как только вы закончили, рука в центр, звук пошел. Здесь задание еще и на скорость, то есть я могу дать дополнительный балл тем, кто быстрее и правильнее успел. Не просто правильный балл, а еще и быстрее тоже, плюс балл. Можно следующий слайд? Раз, два, три, сейчас будет последовательность. Пробуем. Кто первый успеет, звук идет. Вот, команда успела, я иду проверять. Вторая команда, хорошо. Вот. Вот. Да, звук. Все отлично. Так, теперь. ТНЛ, ТНЛ, чтобы увидели. Следующий слайд, следующая последовательность. Быстро. Кто быстрее соберет? Следующая последовательность. Хорошо. Ну, это опыт, это опыт многолетний. Отлично, прекрасно. Супер. И здесь закончили, да? Все супер. Окей, глаз вам. Последняя, да? Раз, два, три. Следующая последовательность. Опять же, как вы можете понять, вот этот звук, он тоже мотивирует детей работать быстрее. Одна команда работает, другая уже слышит, что они закончены, нужно ускоряться, ускорять работу. Отлично. Вот, допустим, вот такой формат. Потом эти же фигурки, а, еще собирают. А-а-а, стратегия, стратегия. Допустим, следующее задание уже может быть попросить детей составить собственные последовательности. Они используют фигурки, вы говорите, допустим, изменение должно быть в форме, или изменение должно быть в размере, да, внутри последовательности, или в цвете. Они уже собирают свои варианты, используют. Можно следующий слайд? Далее, допустим, сортировка фигур. Самое простое, это дать детям возможность составить какие-то плакаты, заняться каким-то творчеством. Допустим, мы проходим сортировку фигур по цвету, по форме, по количеству углов и сторон, и так далее. Мы раздаем ватмены на разные команды, разрезаем заранее необходимое количество фигур, и каждой команде на английском говорим, соберите там, сортируйте по цвету ваши фигуры, сортируйте их по форме, сортируйте по размеру, по количеству углов и сторон, даем им клей, и они прям собирают, допустим, свой плакат. Потом можно попросить подписать каждую фигуру, вспомнить слова, попросить посчитать количество сторон и углов, допустим, на каждой фигуре, подписать цвета, размер, big, small, на каждом плакате отдельно, чтобы дети партнеровались. Либо опять же использовать вот такие вот наши, самый простой вариант, это вот фигурки раздать какое-то количество на каждый стол и постоянно говорить, допустим, by color, group by color, соберите по цвету, раз-раз-раз, кто быстрее по цвету отсортировал, group by size, отсортируйте по размеру и так далее, пробовать. Ага, следующий. Вот один по цене примерно сегодня, это самое основное, что мы сегодня обсуждали еще на главной сессии, это обучение составу числа. То есть все должно быть максимально визуально, возможно, такое привлекательное, чтобы можно было потрогать, поработать с этим. Давайте сделаем сейчас похожее, то есть на каждую пару я раздам вот такие вот тарелочки, вот такие вот, да, у нас часть целая, часть целая. Вы работаете с партнером по плечу. Каждому раздаю вот такую тарелочку. Можно также, допустим, состав числа до десяти. Кубики наши обычно использовать и начать с ними потом работать. Ага, in pairs, in pairs. Ты работаешь сама. Так, это вам. Держите, вот ваша пара, да, допустим. Можно поменять, можно, допустим, поработать с партнером напротив, сказать детям, то есть постоянно менять форму работы. Также каждой паре я раздаю, допустим, вот такой вот набор карточек от одного до десяти. Ага, вверх ногами ложу. Вот у вас карточки. Каждой паре от одного до десяти, да? Переворачиваем их чистой стороной вверх. Ага. Вот. И кубики. Самое простое, что мы используем на постоянной основе. Одну вот такую вот башенку кубиков в каждой паре. Допустим, первой классикой занимается. Оп. Вот вам на двоих. Вот и вот. Угу. Вот и вот. До десяти. Ага. То есть, допустим, карточки замешаны. Дети поочередно вытаскивают карточку, это целое, ложим на синюю тарелочку, да, допустим, число семь. Потом ребенок, используя кубики, должен своему партнеру показать, из каких других двух чисел состоит число семь и проработать максимальное количество вариантов. Попробуйте, кто-нибудь первый зад, вытягивайте карточку и ложим на тарелочку целое. Хоу-хоу. Угу. Теперь показывает ваш партнер. Вот, вам выбрали число, вы показываете. Ага. Состав числа. Так, нет. Вот вы используете кубики здесь, смотрите. Вы вяли карточку. Угу. Вот так. Допустим. Берем. Найм. Вот теперь АА кубиками. Показывайте. Девять, из чего состоит кубиками физически конкретно. Угу. Like this. Да, вот так супер. Отлично. Вот так. Вы показываете. Если все верно, карточку себе забираем. Следующий, допустим, пробует положить карту. Угу. Угу. Отлично. Да, вот, допустим, ваш партнер это делает. Вот ты, наоборот, потом. Да. Ага. Поднимайся. И так вот много-много карточек. Можно потом даже снова замешать, чтобы здесь еще раз попробовали. Да, 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 да. Несколько карточек подряд. Угу. Угу. 80. Ага. Хорошо. Да. 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 Есть два баланса. Когда вы даете задание, всегда проговариваем условия, за что дети получают баллы. Допустим, в данной ситуации нам не важна скорость ребенка, нам нужно то, как они прорабатывают, правильно или неправильно. Вы так и говорите, я иду, я хожу, я проверяю, как вы делаете. Если все верно, прямо по ходу задания вы даете баллы. Если видите ошибки, говорите, ой, балл забирай, поработай, подумай чуть больше над этим заданием, делай аккуратнее. Видите, что ребенок начинает баловаться, играть с кубиками, у всей команды балл забирается, вся команда сразу реагирует, что они начинают с баллов уходить назад. Вот в таком формате. Следующий слайд. Результаты, когда мы стали вводить именно вот эти правила, которые мы проговариваем с детьми, командная и парная работа, а также структурированную командную работу, результаты получились такие, что у нас увеличилась вовлеченность. То есть у детей есть определенная цель, они работают в команде, у них есть смысл, ради чего они это делают, приз есть в конце. И также они понимают, как они это делают. Не просто сделай те, а учитель дает точную как бы инструкцию. Начинает номер один, начинает буква А проговаривать или там работаем в парах по плечу или с пары напротив. Также это, конечно, classroom management, особенно вот эти вот баллы, они сразу улучшают classroom management, потому что детям очень важно выиграть. И на данный момент работа в парах их командах стала ежедневной рутиной у нас. То есть таких проблем нету, мне уже не нужно тысячу раз это объяснять. Конечно, первое время нужно было тренироваться и объяснять. Сейчас мне достаточно сказать, там, your shoulder partner, face partner, там, начали, закончили, слушаем. Вот Wi-Fi сегодня вам уже показывали, это такая техника привлечения внимания, допустим, да. Меньше говорю, больше даю инструкции, дети сразу реагируют. И следующий слайд. Что важно в этом подходе? Три основные момента. То есть когда вы начнете применять парную командную работу, структурировать ее, следить, вводить правила парной командной работы, а также постоянно давать детям фидбэк, вот, 18-й, 18-й здесь, то всегда нужно давать обратную связь. То есть вы мониторите работу, весь урок. И в течение урока вы заметили, что какая-то команда сработала худше из-за чего-то, вы проговариваете причины с детьми, какая команда выиграла и почему вы проговариваете причины с детьми, что у них получилось хорошо, а что получилось, допустим, нехорошо. Должно быть постоянство. То есть мы ввели эту систему, и мы постоянно по ней работаем. Не так, что мы один день это сделали, дети не поняли почему, а потом вы подумали, что это было слишком сложно контролировать, и решили снова рассадить их по одному, вот так фронтально перед вами сидеть. И также терпение. Дети сначала будут стараться перетягивать одеяло на себя, как говорится, вывести себя вперед, но потом они поймут, что работать вместе эффективнее, чем работать одному. Вот для этого создана эта система. И плюс вовлеченность всех учащихся. То есть мы говорим, что все должны работать. Не просто опросили трех в классе и как бы счастливы, что эти дети сами себя выдвинули и что-то ответили. Каждый что-то сказал, проговорил и сделал. На этом все. Вот так вот. И варианты работали. Продолжение следует...